Бокер Тов, доброе утро! Начинаем наш пятый урок по главе Бешалах, урок за поднятие души Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Ури бен Харитон, Хайя Малка бот Йосиф, Мера бот Авраам. За здоровье Светлана Батклара, Полина Перлбацоня Сура, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений бен Софья, Моисей бен Ева. За хороший шедух Арон Арье бен Двойра. Очень важная тема в главе Бешалах это Амалек. Кто такой Амалек? Ведь это не какой-то народ нам незнакомый. Это из нашей семьи. Написано в главе Толдот, что Ицхак любил Исава за то, что охота в глазах его. И в устах его. В общем, он слепо его любил. Он видел в нем сильного человека, видел свое продолжение, что он будет вести дальше еврейский образ жизни, на старости станет соблюдать. Он ему доверял, невзирая ни на что. Невзирая, что его жены, Игудит и Басман, жены Исава, издевались над родителями, воскурили в доме какую-то гадость, идолом служили. И Евгений, это Исхак любит своего сына Исава. К чему это приводит? Дело в том, что Исав, пользуясь своим интеллектом, своим умом, он мог везде побеждать. В конечном итоге Отсевышнего не скройся, у него рождается сын, которого зовут Элифас. Вот это Басмат его и родила. Ее туда уже звали Ада. И Элифас вырос в семье Исхака, дядя у него Яков. Казалось бы, должно быть все хорошо, но если отец его, Исав, не соблюдал заповеди только на словах, на деле так он не делал, только старался быть хорошим перед отцом и матерью, то Элифас пошел дальше. Если Исав мог отбирать чужих жен, творить что-то плохое, то Элифас превзошел отца. Когда они были на Сеире, он переспал женой местного царя Сеира Хари, где родилась девочка, назвали ее Темна. Эта Темна все время старалась перелепиться к еврейскому народу. Медраж пишет, что пыталась даже стать женой Аврагама, это выше нашего понимания, потому что она родилась намного позже, чем Аврагам жил на земле. нам трудно понять и этот медраж, но факт тот, что она чего-то сумела добиться. Она становится наложницей своего отца Элифаса. И от такой кровосмезительной связи отца с дочерью у нашего праотца Исхака рождается правнук, которого зовут Амалек. И он Бога не боится. Насколько щепетильно Исхак соблюдает заповеди, настолько он готов себя отдать, чтобы погубить еврейский народ. Он готов в кипяток броситься, чтобы собой охладить его. Вот так он хочет убивать. в общем этот Амалек и напал нас в пустыне. Когда мы себя плохо вели, когда мы говорили, есть ли Бог среди нас или нет, вот он и начал вставлять палки в колеса, мы начали страдать сильно от него, потому что он реально нас начал убивать. Тора не первый раз говорит слово Амалек. Мы это видим, когда четыре царя вавилонские пришли и погубили одиннадцать царей. Это мы видим в главе Лыхлыха. Так вот, пятым по счету был Амалек. Значит, это тоже был народ, видно, который не боялся Бога и его подлежит уничтожению. Вавилон его уничтожил до последнего. И вот она возродила его, этот народ. И Всевышний пишет, что война у него с Амалеком из рода в род. Мы знаем из главы Балак, мы знаем, что пишется, что Белям говорит Балаку, что я скажу тебе, что будет с твоим народом в конце времен. И говорит, что первый из народов Амалека, конец его гибели, то есть он будет еще много лет на земле, до конца времен, до прихода Машея, очевидно. То это враг настоящий. И с ним надо бороться. И с ним надо бороться только тем, что мы соблюдаем Тору, выполняем заповеди, учим Тору, и тогда он нам не страшен. Но как только мы попускаем, появляется Амалек и ставит нас на место очень жутким путем. На сегодня наш урок заканчивается. Всем всего самого наилучшего. Я надеюсь, что мы сумеем его победить себе, сумеем соблюдать Тору и не будем подвержены его нападмам. До свидания. Амалек